Столичный «Борыс» в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги принимал на своем льду российскую Сибирь. Полевую победу в овертайме одержали гости, что помешало казахстанскому клубу приблизиться к собственному рекорду. Подробнее в материале Боржана Валиева. Столичному «Борысу» не удалось продлить удачную серию до семи игр и вплотную приблизиться к собственному рекорду. На данный момент достижение казахстанского клуба – восемь побед подряд. Накануне потопечный Андрей Скобелки принимали на своем льду Сибирь из Новосибирска. Россияне одержали волевую победу 2-1. Игра текла вязко. Два периода счет оставался сухим. На 50-й минуте гости смогли вырваться вперед. Линус Видель за пять секунд до финальной сирены перевел игру в овертайм. Но удача была на стороне новосибирцев. Предупреждали ребят, что Борис довольно-таки здорово проводит второй период. И где-то это оказалось. Не получалась у нас игра во втором периоде. Но ребята молодцы, выдержали этот натиск. Где-то здорово сыграли на контратаках и победили. Ранее столичные хоккеисты обыграли принципиального соперника – Омский авангард. И лидеров западной конференции – ЦСКА. Удачную серию команда начала после поражения в предолимпийском турнире – сборной Казахстана. И вот когда казалось, что худшие времена позади – трудное противостояние и домашнее поражение. Поблагодарить ребят хочу, что сражались на конца, лупились, вытащили матч, заработали одну очко. Ну, овертайм немножко перехлестнули, наверное, эмоции. Поэтому такие несколько сделали ошибок. Но болельщики не унывают и верят в свою любимую команду. Среди них не только казахстанцы. Уже в пятницу дружина Андрея Скобелки примет уфимского Салавата Юлаева. Перед самым матчем на Борис-арене башкирский клуб оформил путевку в плей-офф. Высока вероятность, что в первом раунде команды встретятся снова. А значит, предстоящая игра станет генеральной репетицией игр на выбывание. Бржан Валиев, Джандос Питабаров, Хабар 24.